Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ребята, всем привет! Меня зовут Влад А4-гулент. Всем приветики! И ребята, наконец-то это свершилось! Опа. Что? Спасибо за хороший камер. Короче, да, это свершилось, мы снимаем 24 часа в зоопарке. И ребята, не в простом, а можно сказать золотом. мы снимаем в Дубайском зоопарке. Ну, во-первых, согласитесь, выглядит уже очень круто. Мы даже пока не представляем, насколько огромная там территория, но посмотрите, что мне вот понравилось. Видите там наверху? Это живые аисты, ну они просто как украшения стоят такие. Ребята, если что, мы специально ничего не гуглили, не смотрели, и даже не знаем, какие там есть животные, чтобы удивляться вместе с вами. Если вдруг нам не хватит контента, мы договариваемся с одним частным зоопарком, где можно потрогать тигренка. Короче, обязательно, ребята, досматривайте это видео до конца. Приятного вам желаю просмотра. Ну и давайте это, чтобы все прошло хорошо, лайк под это видео. Дубай, сафари-парк. Погнали! Ребята, мы вот только зашли внутрь, и посмотрите. Чтобы вы понимали, зоопарк еще не начался. Он вон за тем ограждением. А это так, демо-версия, просто морские свинки, на них можно посмотреть, потрогать. Ребята, тут вообще-то убежать можно, ну, перелезть уже. Так это зачем им убегать, им же здесь нравится. Такой заборчик маленький, я бы сразу... Мы этот зоопарк, ребята, сегодня полностью скачаем в это видео. Выжмем его как лимон просто и выпьем, будет очень клево. Мы уже прошли немножечко, вот это главный вход. И мы, знаете, куда пришли? На автобусную остановку. Что? Ну, короче, парк настолько огромный, что нам нужно сесть на автобус и проехать куда-то три остановки. Короче, какие-то башни, горы, пирамиды, дороги, тут столько всего. Короче, ребята, будем потихонечку разбираться и... Погнали к первому животу. Смотрите, как работают школьники, когда на них набоишь камеру. Камера выключена. Пойдем, пойдем, вот так вот иди, давай, давай, иди, вот так вот иди, иди. Не поворачивайся, на меня, на меня, на меня, на меня, вот так вот смотри, смотри, угу. А теперь поворачивайся. Уаааа! Сейчас иди сюда, иди поздороваемся с подписчиками. Офигеть, я в жизни никогда не видел носорога. Я тоже первый раз. Вот это он здоровый кабан. И не один, а целых три. Вот это кайф! Живой, смотрите, стоит. Ну вот так вот, ребята, первый зверь после морской свинки, это носорог. Интересно, какой будет следующий? Ребята, а вот скажите, кого вы хотите сегодня увидеть? Ну, это вот первый вопрос. А второй вопрос, напишите в комментариях, кого бы вы хотели погладить из животных. А я вот 100%, я мечтаю, до сих пор еще не осуществил эту мечту, я хочу погладить тигра. Это все, что мне нужно реально. Напишите в комментариях, кого хотите погладить. Еще я хочу потрогать косатку, но я думаю, она как дельфин, если честно. Я в своей жизни тигра уже гладил, было дело, я хочу потрогать льва. Хотя бы просто прикоснуться к нему, это моя главная мечта. Сейчас мы увидим некоторых животных из Большой Пятерки Африки. Большая Пятерка это львы, носороги, буйволы, леопарды и слоны. Она сказала львы. Видела куда-нибудь льва? Нет, по-моему, нет никогда в жизни. Ну, близко точно нет, я бы запомнил на всю жизнь. Давай челлендж, кто первый увидит, я увидел. Стоп, так нельзя. Там вот за камешком было. Вот это он, конечно, вообще. Посмотрите, кабан. Уай, морда. Сидит на дороге. Так, смотрите, и там лев, и тут лев. Так, он нас пропустит или нет? Смотрите, смотрите. О, нет, мы проезжаем. Ух, да, подняли мужика. Вот это у него бубен. Или бубен вообще в целом. Ну, типа голова большая. Капец, спасибо. Ой, еще чилит на камне. Подождите, это 4 самца. Как 4 самца могут жить в одной клетке и не лупиться? Что за бред? Драться, да? Да, 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 я про это. Этому вообще пофиг, ему не нужна власть. Он просто будет лежать. Все они мальчики. Мы не приводим сюда девочек, потому что они начинают драться. Они дерутся из-за девочек. Они только типа перед девчонками выделываются. Когда девок нет, можно и не драться, можно вместе пожить. Нормально. Офигеть, как близко, как близко, вы посмотрите. Во, на ладони, реально, держу. Как я понял, у них типа внутри скалы там кондиционируется, да? Типа кондиционируется гора? А что плохого от цивилизации до них дошла? Буйволы также известны как черная смерть, потому что они убивают ради забавы и имеют непредсказуемый характер. А еще они сражаются со львами. Вот они? Вот эти вот? Вы слышали, поняли, да? Типа это животное, если наше лицо где-то увидит, оно даже через 50 лет его запомнит и будет агрессировать и пытаться нас это. Вот эти не так близко. Очень, очень, очень близко. Ну вот этих ребят я вот всегда боялся, если бы я их в реальной жизни встретил. Все, ребята, спишемся уже там. А слева у нас тут коровы. Коровы? Да. Просто коровы? Короче, прикол в том, что я читал про этот зоопарк. Здесь 42 вида животных, которых практически невозможно встретить в других зоопарках, потому что они внесены в Красную книгу. И это вообще, типа, супер редкость. Это рарные айтемы. Мне кажется, вот эта корова, это одна из них. О, аисты. Ну, это наша тема. О, у нас тут кот. Это не часть нашей коллекции, но он пришел сюда. Смотри, просто чилит, братан. Мини-лайн. Просто чилит в Дубае. Эмигрант. И сейчас мы увидим крокодилов. Один из них справа. Офигеть, офигеть. Вон, смотри, на того она отдыхает. Он еще близко, вон один справа, вон. А, вон, близко, прям, о. Вот это, конечно, касатка. Капец, они жестко камуфляжные. В обычной природе, мне кажется, их невозможно заметить, они тебя оп, и все. Я его просто не видел, смотрел в упор и не видел. А он вот. Я не хочу в Африку. Из-за того, что у них очень низкий метаболизм, они могут не есть до двух лет. Чего? Два года можешь не есть. Прикинь, два года. Вот бы я так мог. Что, кушаем? Здравствуйте. Знаете, кто это? Это египетский гусь. Он реально какой-то египетский. Подкрашенный какой-то с глазами. Птенечки, я их даже не заметил. Слушайте, я вообще не знал, что существует египетский гусь. Как-то смешно звучит. Гусь египетский, иди сюда. А здесь у нас зебра. Сейчас мы увидим самую большую кошку в дикой природе. Бенгальского тигра. Бенгальский тигр. Чувак, бенгальский тигр это звучит хорошо. Он горит на Новый год? Почему бенгальский? Ну бенгальский. Почему? Я вот специально прочитаю википедию и вставлю это в ролик. Давай, кто первый увидит тигра. Давай, челлендж. Я вижу, я вижу. Все, нашел, 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 нашел. Я на секунду позже. Ай-яй-яй. Ай-яй, какой он красивый. То есть, если лев был, ну такой, поживший, поживший. Ну эти, да, были такие. То этот максимальный красавчик, просто. Ой, их двое. Вау. Ой-ой-ой-ой, он вообще, как он шагает. У него такой взгляд, типа, ну я тебя, если что, съем, не переживай. Ой, еще один, еще один есть по пути. И он, кстати, близко, и он стоит прямо. Ой, еще спит один, как их много здесь. Офигеть. Ну очень большой. Он здоровенный. Вот сейчас в одном кадре можно реально побыть. Блин, он вообще, это, это тигрица. Посмотрите. Незновидно. Она, наверное, рычит. Жалко, я здесь стекло опустить. Сейчас бы она такая... Это вообще просто, я настолько близко. Реально, вот это зоопарк. Вот тигры живут в джунглях, значит, мы создадим джунгли. Офигеть. Ну это же жесть. Вот это я, это я, 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 я. На выходных чисто. Это я. Какая у него лапа большая. Короче, ребята, мой план. Только хорошо, что они меня не понимают. Я сейчас нажимаю кнопку, выбегаю и обнимаю. Да, и это все. А мне больше ничего не нужно. Какой он красавец. А это африканские дикие собаки. Вот, смотрите, это вот эти тролли местные. Вот это называется их тролли. Шакалы, реально. Неуважаемые. Вот и лежите здесь. Это я так говорю, потому что я в автобусе нахожусь. Я, ну согласись. Ну согласись, все равно расцветка красивая. Ну красавчики. То есть если представить, что это обычная, типа, собака, то для собаки симпатичнее. Собаки добрые, а эти такие. Шакалы. Да, что ты сказал? Я говорю, с кем бы ты хотел выйти? Ну вот представь, у тебя вот есть выбор. Надо обязательно выбрать, вот лев или тигр. Я говорю, идти помахаться? Да. Мне кажется, я, ну лева проще замах. Три, мне кажется, у тебя какие-то странные представления о тигре, реально. Нет, лев гораздо мощнее, я тебе вот даю зуб. Лев, царь зверей, не зря называют. Так нам сказали, что он царь зверей, только где-то там, что-то, если ему удобно. Так, подожди, ну ты сейчас смеешься с меня. Спасибо. Спасибо, фу. Зачем? Я уже реально запереживал, что ты неадекватный. Нет, тигры тоже мощные. Ну а с кем бы ты вышел? С Серегой. Потому что Серега у нас пустынный шакал. Гепард! Это, вот это мое, это, это нереально. Остановитесь. Это, это жесть, какая огромная редкость. В других зоопарках гепардов точно нет. Он как будто готов бежать в любой момент уже куда-то задобыть. Ждет, когда звонок на столовку прозвонит. О, наверху. Где? Ничего себе! У него крыша поехала, реально. Чисто здоровый. Это супер-рарный айтем. Хорош. Обалдеть! Чисто как обычная кошка, залез такой. Кайфует. О, может это машина? Ой-ой-ой, ему что-то не понравилось. А, он какает? Молодец. Ну ничего, с высоты птичьего полета. Я всегда, если какие-то видосы с гепардами видел, то они всегда как будто напряжены сразу. То есть такие... Капец. Гепард это очень редко. Это супер-супер вообще. Надеюсь, вы тоже кайфанули, но это еще вообще только начало, ребят. Ну что, ребята, погнали. Посмотрите, к кому мы пришли. Посмотрите, язык, 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 попытайся увидеть. Какой длинный! Он почему-то в точку, как киви или как что, я не знаю. Вот это он огромный! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот не выдаливает. Я вам не знаю, как масштаб передать. Посмотрите, какой он здоровый. У меня ладонь. Вот. Он очень, очень, очень большой. Глаза, как у лошади, кстати. Вот один в один, такие же большие. Очень добренько выглядит. Э, ты куда? У нас еще морковка есть. Вперед, он залип, задумался. Роди, здорово! Он дышит и воняет. Может, это, поцеловать жирафа? Ну, чтобы был опыт. Ау! Ничего, как? Теперь у меня есть опыт. Ну, неплохо. Он вообще попрошайничает. Она даже не пережевывает. Она просто забирает и сразу новое. Неплохо. Может, мне теперь нужно сделать себе предложение? Ну, типа, у нас уже много чего было с ней вместе. Похоже, что это моя, ну, жена моя, будущее. Вика, прости. Я не знаю, как получилось. Она на меня посмотрела. Я тоже взглянул ей в глаза. У нас какая-то искра. Все, Рози, пока. Офигеть, это был незабываемый. Это нам надо. Нам туда. Смотри. Ничего себе! Рога-то и черепахи! Обалдеть! Быстренько заскочили в террариум. Не думаю, что будем много снимать, потому что кажется, что террариум, змеи, у нас уже было в ролике такое. Наша цель показать вам что-то новенькое. Питон. Вот, он очень большой. То есть, вот моя ладошка. Питон. А у меня ладошка, типа, большая, на самом деле. Ты в курсе, что питон может съесть человека? Ну, то есть, прям съесть целиком. Очень большой. Если я свернусь в калачик, он будет больше, чем я. Мини-крокодил. Они вот такие. Они, как иконы, только хищники и опасные. То есть, они могут себе мизинчик. Я интересно камеру заметил. Тянется, тянется. Смотри, интересно камеру. Смотри, подписчики, осторожно. Смотри, смотри. Ой-ой-ой. Я микрофончик интересую. Что это такое? Там есть крокодил, но безопасный, как я понимаю. Чел, это воронка, мозг. Но он безопасный. Фишка его, что у него очень много бактерий в слине. Он тебя кусает. И ты погибаешь. А потом он приходит на запах и доедает. Вау, прикольно. Маскировочная. Маскировочная. Я в шоке от того, что здесь даже террариум супер прокачан. Видно, что постараюсь. Здесь мы с вами все видели. Это нас уже не удивляет. Все эти змеи, ящерки. А еще меня пугают звуки самолета. Как будто кто-то рычит. И сразу ты такой оборачиваешься, думаешь так. Здесь в 10 минутах аэропорта. И обычно это считается как минус. Но здесь круто, что ты гуляешь по парку. Низко пролетают самолеты. Как будто это фишка. Сейчас пойдем к нашим младшим братьям, так сказать, гориллам. Или шимпанзе. Задача увидеть такого здорового, накачанного. Вот это может быть интересно. Посмотрите, где мы. Это огромная такая сетка. Огромная клетка для птиц. Типа масштабов человеческих. И здесь они где-то везде пищат. О, попугаи, попугаи, попугаи. Гуд морнинг. Еще раз. Гуд морнинг. Она сказала хай. I love you. Ну, придется предложение, царь еще и попугаев делать. Я не уверен, что я хорошо снял. I love you. Она сказала мету, типа, я тоже. Выходи за меня, ладно. Так, что быть. Еще одна невеста. О, еще один. Ого, оху, 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 охуяй. И фига сигнализация на машину. Е, 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 е. Ребят, вы ему нравитесь. Номер один, я не победил. Let's go. Вот он думает, два придурка. Ну что, мы решили, что попугаички это лучшее, что здесь есть. Поэтому пойдем дальше. Но все равно, условия шок. У них повсюду кормушки, повсюду есть где посидеть. Ва, 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 какой-то вход неочевидный. Да, вообще, кто же тут может быть? Давай проверим, что внутри. Смотри, на чиле. О, вообще на жестком чиле. На расколбасе, смотри. Посмотрите, просто кайфарик. Сидит, чилит. Ковыряется в ноге. Вставай, обезьяна. Ты знаешь, чем ты Серегу напоминаешь? Реально похож. Ну что могу сказать? Вот этот чел по комплексе, кстати, небольшой. Он, грубо говоря, как мы. Вот такого размера. Я думал, что он прям, ну вот такой вот. Вот такой вот обезьян. Очень похож. О, это что вообще? Здесь тоже какой-то тренажер. А, это сжать руку, сжать руку. О, я экспандером занимался. Смотри сюда. Вот сейчас до сюда нахожу, вот реально. Вот до сюда нахожу. Держу, вот смотри. Да, да. Давай, давай, жми, 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 сколько у тебя лампочек. Так, вот и сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, все равно, но это посмотрите. То есть, это, это жесть. Погоди. Ну хотя бы, хотя бы 20 могу. Ну ты рывком резь, давай. Раз, два. Раз. О, не было. Шесть, восемь, девять, десять. Ну все, нормально. Мы такие полуобезьян. Ну, с другой стороны, нам не нужно быть обезьянами, мы суперумные. Так, мы пришли еще, это чимпанзе-хаус. Вон, чимпанзе, а не за кустом. Чимпанзе. Сейчас для вас зазумим, специально, чтобы это уже увидели. Есть такие балийские обезьянки, вот, вот такие вот. Они, видите, маленькие. Есть чимпанзе, это уже вот такие вот здоровые. То есть уже пацанчики такие, глянь, снимает вам. То есть они уже прям такие, взрослые, как человек. О, о, ручки. Это микро. Уже, смотри, откушенная рука. Кто тут дотронулся? Так, это, вот это шимпанзе. Насколько удобно здороваться с шимпанзе? Ну, реально Серега. Вот такая же вот расслабленная рука, вот Серега всегда вяло. А вот это уже ты. Так вот, что тут остренько так немножечко? А имя Абрагимовым о чем-нибудь говорит? Вы посмотрите, какая она огромная! Это кинг-конг. А что, большой палец не маловат как-то, нет? Ну, такой вот. Офигеть! Офигеть! Просто какие! Какие вальяжные! Это кошки-сервалы. Некоторые люди вообще сверх разума покупают себе их домой, представляете? Ну, мне кажется, это просто очень сложно за такой кошкой следить. Блин! Нет, я бы не хотел себе, чтобы дома вот такая штука жила, потому что я думаю, что моя булка могла бы стать для нее этой обедом. Вы прикиньте, слон выпивает 200 литров воды. Через такой вот хобот он всасывает 200 литров. Монтажеры, по-братски, найдите какую-нибудь картинку, чтобы было понятно, что такое 200 литров. О, кабаны! Сейчас я призову кабана. Ну, во, кабанчики. Ребята, за ваш лайк реально сейчас попытаюсь призвать кабана своим фирменным звуком. Катан, ну не надо. Ну, я чуть-чуть. Я не... Пол этого пол. Да я тихо, я тихо, я обещаю. Я знаю, что я сделаю. Я лучше пойду, засниму реакцию кабанов. Let's go. Нет, я не имею права этого не сделать. Вы уже поставили свой лайк, ребята, я отработаю его, я вам обещаю. Ребята, я никому не помешаю. Так, если кто-то не в курсе, чтобы призвать кабана, нужно стать правильным. Озовь. Это какие-то фейковые кабаны, они не могут так не реагировать, это реально работает. По-моему, черепаха сустыла. Ты реально призвал черепаху, смотри, она ищет тебя. Я... О, на черепаху сработал, но кабаны, ну, наверное, потому что слишком тихо. Но все равно, молодец, что попробовал. Спасибо, ребята, за то, спасибо за ваш лайк. Вот реально, это того стоило, ну согласитесь, мы попытались. Какое-то у нее грустное лицо. Я, короче, всегда хотел увидеть гиену, потому что я смотрел мультик Тимон и Пумба. И там гиены были прислужниками злодея, поэтому класс. Обезьяны никогда лишними быть не могут. С обезьянами в любом зоопарке будьте аккуратны, они умеют кидаться какашками, и это не фейк информация. Аккуратно, Влад, аккуратно, может кинуть какашки. Близкий обезьян, смотри, близкий. Но реально, будь осторожен, оружие может создаться в любой момент. Так, мы попали в пробку из канала. Ну получается, вот этот кусочек видео тоже же на тему зоопарка? Вот, просто верблюжник перекрыли дорогу. Ребята, короче, мы сейчас приехали просто в какое-то фантастическое место, которое называется Private Zoo. И сейчас кое-что для вас подниму. Офигеть. Какая киса, посмотрите, хотели бы себе такой дом? Да, он из туго. Белая лиса. О, просмотрим вас. О, еще одна вылезла, это уже серая. Я даже не знал, что существует белая лиса. Но это, ребята, еще только начало, это еще только цветочки. Этот зоопарк просто снесет вам бошку. О, братаны. Казали, что они могут украсть камеру, либо как-то ее сломать, они сразу цапаются. Там белый тигр, чувак. Там белый тигр. Загорает чин. Белый тигр, это что-то вообще невероятное. Это настолько редкая штука. И вот прямо сейчас он лежит и спит там. Царь зверей. Я вижу льва. Я вижу льва, чувак. Лев, лев, это моя мечта. А это что, значит, они довольны или нет? Ему жарко, посмотри, он как достоянно, как обычный кот, знаешь. Очень большой и красивый кот. Так, а здесь? Сказали, что он не очень дружелюбный. Ну, по нему и видно. Вдалеке там сидит, чисто отдыхает. Медведь в пустыне находится прямо сейчас. Кажется, что ему вообще не жарко. То есть тигр такой, туда и жарковато ему. Гиены тоже тигрят. А это, ну, хорошо. Мы будем кормить медведя? Блин, чувак, кадр просто нереальный. Как будто ты можешь записать прямо сейчас рэп-клип. Мы в зоопарке, ставьте лайки. Ой-ой-ой-ой. Вот это зоопарк, да? Это уже не зоопарк. Это уже, это, это, такого даже в компьютерной игре нет. Даже в Майнкрафте столько создать нельзя, ты понимаешь? Это именно фишка этого зоопарка. Братан, тут волки. Стоп, что? Э, волк в цирке не выступает, братан. Это волки. Волки? Он близко, он очень близко. Слушайте, ну она просто напоминает обычную собаку. Ну знаете, я бы тебе такую завел там на дачу, прикольная такая, худенькая. Ну сам посмотри, ну там обычные пёси. Блин, он играется, он играется. Веселый пёси, я хочу еще такого. Вау, вот смотри, на него хочется сказать шакал. Кафешечка. Так, ну небольшой кафетерий, здесь можно. Смотри. Как тебе вот эта комната? А как тебе обои с CSGO? Слушай, мне больше нравится эта комната, смотрите. Охлаждение. Просто шкафчик с кондиционером внутри. Непонятно зачем? Так, тут кто-то есть. Что это за лапочка? Что это за зверечек? Какой он милый. Он смотрит прямо в камеру, чувак. Как он по ощущениям? Как он по ощущениям? Похож на собаку, чем на кошку. Давай, я фоткаю. Я на всякий случай еще вот так вот. Есть, есть. Так можно было. Какой он пято, какого он пято. Ну нормально, вот так вот и надо с ним. Эту фотографию со своей мечтой я эксклюзивно оформляю для своего телеграм-канала. Только там будет эта фотография. Можете там на нее лайк поставить, да и вообще подписывайтесь. Там очень много эксклюзивной информации. Я вас там жду. Чувак, мы идем к львам. Я даже представить себе не мог, что я когда-нибудь просто вот так вот рядом буду стоять. Это уже просто все. А я сейчас потрогаю льва. Потрогаю льва. Давай, попробуй. Сможешь так же? Чувак. Он другой, он совсем не тигр. У него другая шерсть. Глент исполнил свою мечту. Он очень сильный, у него мышцы везде абсолютно. Вот он напрягается и я чувствую как прям, ой, это жесть. Чего с ним делают? Это как? Хабанчик такой. Вот это кадр, чел. Вот это кадр. Соу-парк. Наконец-то мы его сняли. О, хороший какой. На кайфе. Ты можешь посмотреть камеру за скринзи. Это... Как тебе? Типа в голове страшно. Ну понимаешь, что он просто мирный котик. Ну, все равно страшно. Фух, ребята, это жесть. Можно и так же? Вы тоже в шоке от того, что сейчас происходит? Интересно, домашний котовик. Ребята, вы посмотрите, кого мы не заметили. Тут еще одна есть суперзвезда. Да, посмотрите. Белый лев. Белый лев. Пиу, 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 пиу. Но видно, что это суперредкое животное. И супер такое вип. Поэтому оно в отдельной клетке. С отдельными условиями. Потому что вот такое животное, это... Я не знаю. Увидеть такое животное может там, может 1% людей. Ну вообще, на всей планете. Я снял, как он зевнул. Это было эпично. Зима, как тигр пьет. Вы посмотрите, насколько близко он снимает. Да тут меньше метра. 50 метров в 60, я думаю. Примерно кайфует. Ой-ой-ой, какой чил. Тигр отличается, мне кажется, в раз... Ну вообще, это абсолютно разные какие-то ощущения. Но на самом деле, здесь видно, что за животными супер ухаживают, супер следят за их распорядком. Мы захотели приехать на... Буквально 20 минут раньше нам такие... Солнышко немножко спадет. Будет комфортная для них температура. Мы их покормим, попоем, вычешем. И только потом мы его спустим. Звери тут реально свеженькие. Если звери бежат... Ах, ягуары! Я думаю, у него самая просто приятная шерсть была бы. Он как-то бархатный, нет? Смотри, как бежат. Ну я думаю, они вообще... Их невозможно приучить к людям, вот именно ягуаров. Ну да, дикий, но, конечно, завораживающе выглядит. Ну что, я в жизни видел не только машину ягуара. А вот это уже, я считаю, просто подарки. Ну посмотрите, 6 месяцев этому малышу исполнилось сегодня. Эй, малыш. Смотрите. Какой-то хоть тигренок, но зубы у него какие надо. У него зубы вот такие вот клыки. О, мощный зачил. По ощущениям, как он. Вот этот мягкий, вот этот хороший, мягенький. Посмотрите, какой ровный. Просто какой свежий, радостный. Довольно, как будто на витаминах, реально. А, смотрите, еще у них есть вот эти вот на ушках белые пятна. Это специально, чтобы привлекать хищников. Это имитация глаз. Сзади никто не напал. Тигр сам по себе маленький, но посмотрите на его лапы. У него лапы очень-очень большие. Посмотрите, какая здоровая. О, ветерня. Трогать животных можно только сзади. Я так понимаю, это сделано в целях безопасности. На самом деле, это правильно. Такс. Ой-ой-ой, какой он мягенький. Какой ты мягенький. Ой-ой-ой, ему интересна камера. Как быстро ты уходишь назад, вот за секунду просто, даже за миллисекунду, ты понимаешь, что ему что не нравится. Ты такой, опа, здравствуйте. Фух, ребята, надеемся на вашу поддержку и на ваш лайк, потому что это супер-супер эксклюзивный контент. А где еще такое было, а? А где? А где еще такое было? Не, ребят, реально, поставьте, пожалуйста, лайк. Поддержите. Это было реально сложно реализовать. Ну, посмотрите, как круто это получилось. Да, я знаю, что вы иногда просите разные ролики нас снять. Мы, естественно, читаем комментарии, все это видим. Но мы не снимаем, потому что мы хотим сделать конфетку. Мы не хотим просто взять и запороть какую-то идею. Вот снять 24 часа в каком-нибудь, не знаю, контактном зоопарке, да? Много кто так делает, ага, читерят. Мы хотим раскрыть тему на максимум, поэтому 24 часа в самолете когда-нибудь будет, но об этом попозже. Я просто очень надеюсь, что вы поставите свой лайк. Ребята, в этом ролике реально исполнилось 4 мечты. Первая, это потрогать льва. Вторая, потрогать тигра, моя мечта. Третья, сфотографироваться с тигром. Четвертая мечта, это наконец-таки снять этот ролик 24 часа в зоопарке. И пятая мечта, я думаю, что много кто из подписчиков тоже ждал этот ролик. Но мы еще сейчас обезьянок потрогаем, они безумно милые и игривые. Погнали. Здорово. Что, чилишь? Как, ну, в общем? Ну, шерстка довольно-таки жестковатая такая прям. Хотя как у меня волосы на самом деле такие же, ну. Ну, короче, у него одна какая-то позиция, он хочет на мне висеть. Она такая миленькая. Тут еще одна обезьянка, мне интересно, как она себя поведет со мной. Ну, это такой просто посидеть. Что, сидишь? Ну, это такая, более, более дерзкая. Ну, нормально сидит, чилит. Стремно, стремно. Мне кажется, что-то как усануло. Ничего себе. Она хотела до камеры допрыгнуть. Но кадр был неплохой. До камеры будет прыгать. Мне интересно, что за камер, подойдите, что-нибудь ближе. Она дала вам пять. Она смотрит объектив. Немного обезьяны была врасплох. Может, айфон тебе нужен? Опа, а ну-ка. А ютубчик сразу можно включить? Зачилился. Чисто я после работы. Все, понял. Сразу агрессирует. Она пытается цветочки, она с экрана пытается эти объекты взять. Включи картинку банана. Она пытается что-то с экрана достать. У нее задача, знаешь, максимально прижаться к себе. Зачи. А ей интересна камера? Она боится чуть-чуть. Она просто кайфует. Она очень легкая. Тебе отдали. Она не весит ничего. А если я отпущен, интересно, она будет держаться или нет? Да, отпускай. Попугай, попугай. Эль чапо. Давай, наваливаем узло. Было бы идеально сделать на этот теперь реальный трек. Он согласен. Опа, не хочет. Понравилось. Прикольно, что он не улетает. У него есть возможность. Он такой, да нет, здесь кормят. В принципе, весело. Он вообще прикольный. Он такой, типа, ну, посижу на вас. Вау, это вообще просто нереально. Ты настолько преисполняешься, что для тебя уже попугай, это, ну, просто когда птичка посидела, но на самом деле это тоже, типа, что? Попугай, который вот так делает. Знаете, что мы ждем? Мы ждем, чтобы покормить грызги. Точно. И лемура. О май гау. Это такая ачивка. Как он стонет, как реальный человек. Ребята, это жесть. Так, вот у меня такой опыт был. Вы его кормили? Да, я кормил медведя. Да, да, от леса под пичкой. Окей. Сразу видно, что этот медведь уже накормленный, потому что обычно, когда они голодные, они набрасывают сынду здесь, просто окей, окей. Вот здесь для медведя райские условия. Есть где полежать, где отдохнуть, где поплавать. Это вообще жесть. И реально животных здесь любят. О, капибары. Кто это? Это заяцы? Капибары. Кто это такое? Я, кстати, хотел увидеть капибар в жизни. Кто это такие вообще? Ну, капибары это супер-супер-супер дружелюбные существа. Это типа вообще, вот они супер-дружелюбные. Это как будто заяц, я сел в одну. А это что? Посмотрите, белая кенгуру. Похож на какую-то крысу, как будто нет, переростка. Это как минимум мифический бравлер, потому что белая кенгуру, я даже не знал, что такое словосочетание существует. Но тут вот сидит. Вот лемуров я обожаю. Лемуры очень кайфовые, потому что они безумно легкие, очень мягкие. Лапки у них просто как человеческие, как подушечки. Я вам всем советую, если у вас где-то есть контактные зоопарки, сгоняйте пожмякать лемура. Вот это имеет смысл. Я бы сказал, что общение с лемуром, вот это незабываемая штука. Это приятно, это нужно попробовать. Так, мой первый опыт с лемуром. О, он какой легкий, какой он мягкий. Согласитесь, это вообще необычно, кайфовый. Да, он приятный, он как облачек. Вау, я хочу лемура домашнего. То есть лемур на самом деле, ну, мега безопасный, он очень мягкий, он может там... Когда я был в контактном зоопарке, типа, его садили на плечи, там, на голову, он прыгал, лазил в свободной форме, а здесь типа все, только вот ладошку выстави. Я считаю, что это даже как бы и правильно. Уме не хватает контакта с людьми, я тебе говорю, она прям, она ждет. Она тебя видит, как в мультике, знаешь, что ты просто стейк такой. Она балуется, она балуется. Но она мега гибкая, мега легкая, игривая, хвостатая. Топ-3, кто тебе за сегодня понравился? Ой, белый лев, бэйби тигр. Да. И... Ну, мне еще обезьянка понравилась. Она прям душка. Так, давайте передать интервью. Мне безумно понравился бэйби тигр, 100%, маленький тигренок. Мне понравилась пума. Ну, ягуар, это то же самое, я думаю, сказать. Ну, да. Ну, или мур, наверное. Ну что, ребята, я считаю, что тема 24 часа в зоопарке полностью закрыта. Мы все показали, что можно и что нельзя. Спасибо нам, что мы наконец-таки это сделали. Спасибо вам, что досмотрели это видео. Обязательно лайк подниму, потому что мы старались. Ну, а с вами был я, меня зовут Влад А4. Глент. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok